Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. У нас у всех идет полным ходом подготовка к Новому году. Погода на улице, какая-то весенняя, плюсовая. Сижу сейчас пока в машине, смотрю напротив мужчина, ходит вокруг елок, которые продает. Особо жаждущих на елке нет, наверное, все уже закупились, все уже нарядили, подготовились. А может быть есть и опоздуны, которые тоже очень заняты, работают и будут наряжать елку чуть ли не в последние часы перед Новым годом. Мне кажется, и такое бывает. Если у вас такое было, напишите, очень интересно, потому что, ну, всякие ситуации в жизни, конечно, бывают, что ты так занят, ты так вообще работаешь, и у тебя не остается времени вообще на елку. А может быть кто-то в этом году отмечает, будет Новый год где-то за границей, класс. О, я хочу, я ни разу не отмечала Новый год за границей, где-то в отпуске. Бывали мы в декабре в Египте, когда уже там ставили елки, такая жара, ты приходишь с пляжа в купальники, там в каком-то паре на ресепшене стоит елка. И вообще это, конечно, очень прикольно. В голове вот не происходит такого соответствия, что пляж, море и елка. Ну, я не знаю, у меня как-то взрыв мозга был, вот когда я это увидела. Ну, так получилось, что у нас отпуск был до Нового года, и мы уже вернулись домой и отмечали Новый год дома. Но, я не знаю, это несопоставимо. В моей голове, по крайней мере, было вот пляж, жара, солнце, ты весь раздетый такой, и елка стоит. Ну, классно, что говорить, классно, конечно. Желаю всем, чтобы все так вот могли вырваться на новогодние праздники, каникулы со своими семьями, с детьми, и поехать отмечать куда-нибудь Новый год в экзотические страны. Кто чем? Занят в предновогодней суете, да? Настюха целый день сидит, собирает панкулы, говорит, мам, не могу собрать, тут все уже одинаковое. Это что, цветы будут? Ну, хорошо, у нас сейчас такой стол стал большой, что можно уже все собирать. А, кстати, я же вам хотела показать, как... Смотрите, какая музыкальная штука, которая рефлемовская, снеговички. И все, парня, снеговики их заводишь, снеговики крутятся. Так, это я в прошлом году такого Деда Морозика купала. Убавьте лизер, это будет потом, думаю, зайдем. Так, ну, это тут копилка. Так, там Настюха мелкая со мной. Так, ну, это тоже поделки. Это кто? Илюха делал, да? Ага. Илья делал. Это Дед Мороз нам такого Деда Мороза в прошлом году. Или позапрошлом, наверное, подарили. Так, тут уголок обустроил. Но этого оленя. Я шила вам, показала. А, Настюха тут еще украсила варежкой и сапожком. Ну, и тут Новый Год. Огоньки горят. Включи нам, ну, посмотрим. И черепахам даже Гоша с Машей повезло. Их украсили мишурой. Ну, у них, они как в болоте, знаете. Вода болотного цвета. О, уже вообще Новый Год. Вообще отлично. И еще мигающая елка. Да, Настя? Ну, что, у тебя хоть все вошло-то сюда? Да. Ну, еще бы. Все могло войти. Ну, в общем, теперь. Ух, какой стол. Есть где. Развернули. Чем занят, да? Илюха играет. О! Илюха играет. У Лехи тоже тут. И диски переехали уже. И Новый Год. И тоже там гирлянда. И еще вот такой вот у нас есть. Красивый. Красивый, тоже музыкальный. Такой вот подарок, в котором крутится. А, о! Тоже Новый Год. А это куда? Откуда упало? Вот это вот. Это я откуда-то сюда. Ну, в общем-то, Новый Год. Новый Год. Мандарин мне в рот, да? У меня тут полным ходом... Подготовка к завтрашнему новогоднему столу. Свеклу варю. Яйца сварились. Картошка варится. В общем, завтра, завтра буду готовить. Вы, как все заранее, я имею ввиду, вот это вот, готовите? Или все-таки все успеваете сделать в один день? Ну, вот в один день, мне кажется, это нереально. Это вообще так упахаешься, так вообще уже к этому новогоднему столу сядешь, вся такая уставшая, замученная. Я обычно заготовки делаю заранее, а все остальное уже готовлю конкретно, прям сами салаты и горячие. Я, конечно, готовлю в день мероприятия. Пусть это будет Новый Год или это будет какая-то желтая, не желтый, день рождения. Но все, конечно, готовлю вот уже в день мероприятия. Что, расскажу вам про небольшие традиции. Традиции у нас какие? Мы в основном и всегда Новый Год отмечаем дома. Может быть, мне хотелось бы куда-нибудь, конечно, там съездить бы или в ресторан бы на Новый Год. Ну, если когда дети вырастут, там посмотрим уже. Может быть, у нас будет такой период жизни, когда дети еще не будут обзаводиться своими семьями, а будут тоже где-то там проводить Новый Год. Может быть, и мы тоже соберемся куда-нибудь в рестораны или еще куда-то. А так мы отмечаем дома. Я всегда к себе зову родителей. В этом году будет все так же. Старый Новый Год мы обязательно садимся заранее. За стол мы его провожаем. Открываем. Ну, уже все на столе накрыто. Салаты, все-все-все нарезка. Ну, как обычно, да. В общем-то, открываем уже бутылочку шампанского и провожаем Старый Новый Год. В 12 часов, когда говорит президент, мы его слушаем обязательно. Загадываем под бой курантов желание. И открываем новую бутылочку шампанского. И, в общем-то, я считаю, что когда мы провожаем Старый Новый Год, есть что вспомнить Старый Год. Есть что вспомнить. О чем хорошем поговорить, что было в этом году. В общем-то, да, обязательно нужно проводить. Я считаю, что и поговорить о чем было хорошего в как бы уходящем году. Поэтому это такая вот традиция. Ну, и встретиться Новый Год, загадав желание. Конечно, я там ничего не поджигаю, никуда ничего не кидаю. Этим, нет, этим не страдаю. Но под бой курантов обязательно загадываю желание. И они у меня сбываются. Да, они у меня сбываются. Я, знаете, в прошлом году купила себе вот такой вот домик. Вот такой вот домик. Это как для чего-то сыпучего, для чайных пакетиков или еще там для чего-то, да? Что-то там тарахтишное, не знаю. Вот. И купила домик. И получилось так, что мы в этом году переехали и купили новую квартиру. Все равно как-то все, знаете, закономерно. Так что, если вы о чем-то мечтаете, купите себе что-то. Я купила этот домик. Ну, там и другие всякие там статуэтки, которые вам тут показывают. Азотом, еще много чего в том году, всяких шаров и всего-всего. И он у меня постоял в прошлом году. И я это все упаковала, убрала. А, видать, это как-то материализовалось и жило это вместе со мной. И вот, мечты превратились в реальность. Так что, девочки, я знаю, вы многие мне пишите, что тоже мечтаете переехать, купить там дом, купить свою новую квартиру или вообще купить свою квартиру. И купить квартиру в ипотеку. Там очень много всего. Я вам желаю, чтобы ваши мечты обязательно сбылись. И они обязательно сбудутся, если это ваши. Вот, мне кажется, в жизни мы, бывает, мечтаем о многом. Но, если это не ваше, оно никогда не сбудется. Я почему-то, когда купила этот дом, у меня были варианты, и я смотрела дома. Смотрела дома с черновой отделкой и думала купить дом. Вот. Ну, потом я решила, что квартира это все-таки, наверное, на данный момент жизни. Пока еще дети не совсем в плане самостоятельности ездят из этих домов. Придется мне это и возить, и встречать, и провожать. Все это. Ну, много добавится проблем. Что квартира все-таки большая. Это более актуальнее, чем дом с огородом. Ну, да, это хорошо, но это сложно, сами понимаете, да. Поэтому я желаю, чтобы ваши мечты сбылись. Если они ваши, они обязательно сбудутся. Ваши планы и желания – это сто процентов, да. Я верю в это, и я знаю, что именно так. Все, что твое, оно у тебя будет обязательно. Все, что тебе по судьбе написано. Мужья, дети, друзья, квартиры, так скажем. Ну, все, события, ситуации, вещи, все-все-все, что у тебя должно быть, оно обязательно будет. И мимо вас оно в любом случае не пройдет никогда. В это я точно верю. И уже живу по этому принципу. Все, что твое, оно обязательно сбудется. Это сто процентов. Потому что я эту квартиру увидела первый раз, два с половиной года назад. Была такая ситуация, при которой мы как бы не захотели ее покупать, потому что там, ну, как бы такие условия были, да, у продавцов. Но прошло два с половиной года. Если она должна была быть нашей, так и получилось. Вот, так что я верю в исполнение мечт и желаний. И желаю, чтобы ваши все мечты и желания обязательно сбылись. Спасибо, что вы этот день провели вместе с нами. Я вас обнимаю очень крепко, целую. Мы обязательно с вами увидимся завтра. И я вам желаю отлично отметить, встретить и проводить этот год, и встретить Новый год, чтобы все в ваших семьях было хорошо, спокойно, ровно. Лучше, знаете, ровно, чем взлеты резкие и резкие падения. Поэтому я вам желаю мирного неба над головой, добра в семьях, терпения и благополучия. Ну, конечно, денег, сколько бы их ни было, побольше, в миллион раз побольше, чем есть. Здоровья, счастья, любви. Кто мечтает о детках? Деток. У кого уже есть детки? Послушных деток. И все, чтобы получалось, избывалось. И чтобы все в вашей жизни было отлично. Ну, что, мои дорогие, я вас люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok